всем привет друзья сейчас начнется ролик большой ролик по количеству проделанной работы я попытался его сделать как можно короче чтобы вам было удобнее недолго его смотреть но в принципе я думаю по таймингу он получится плюс минус такой же как все наши ролики единственное что начальные файлы которые я начал писать на этот ролик то что мне казалось было бы интересным безвозвратно утрачены не знаю каким образом либо это затупила флешка либо же затупила моя башка я их как-то удалил с компьютера я так и не понял восстановить ничего не смог ну да ладно я сделаю несколько вставок из инстаграма там просто вертикальные видео они у меня в телефоне сохранились покажу что мы продолжили после того как возвели стену потому что многие писали чё за чулан почему вы так все отградили в этом ролике всем все будет понятно обязательно досмотрите его до конца здесь будут сюжеты моменты и ответы я думаю на все вопросы вы увидите то что мы не показывали ранее вам никогда вообще думает будет интересный ролик ну и давайте уже начнем смотреть чем мы сотворили с нашим ремонтом прорезал подготовил сейчас готовлю внутреннюю сторону потом режем все это дело внутри очень тяжко без респиратора поэтому по быстрому здесь прорезал окантовку сейчас беру макит перфоратор свой и убираю тоже лишнюю глину сейчас готовлю саму конструкцию ставить буду как обычно на пластины вот такие оконные сейчас креплю их и креплю в принципе уже рану время десятый час сейчас наверно у нас я думаю тут быстренько не больше часа все окно готово на каком-то моменте вчера кончилась камера я не стал уже перезаряжать какая разница показать вечером или утром тем более утром не получили или факт отсвечивать ну так вот окно готово сейчас она в принципе уже застыла я тут где-то подпенил какие-то места пены вылезло много выглядит это все дело довольно таки ахально сейчас но мы так делали специально то есть первый шов сейчас больше положенного положено где-то от 2 до 4 сантиметров разрешен но как бы если по технологиям смотреть у нас пенны шов 7 сантиметров мы так сделали специально чтобы здесь можно было развороту откоса сделать больше чтобы света больше в дом попадала вот дальнейшая работа обрезается пена снаружи внутри здесь я также замазываю все это с тизом герметиком а внутри мама будет штукатурить набью и сетку и буквально скоро увидите какая красота получилась а и и ну примерно так будет выглядеть окончательный вариант здесь по краям чуть-чуть пену осталось подмазать следующий этап котором переходим это подоконники подоконники мы решили делать деревянное к сожалению короче не было пришлось брать вот полтора метровые резать их мне там всего надо 88 сантиметров подоконника остатки но никогда не пригодятся кинуть полчик еще можно будет отдельные сделать из них они делал что мусор не выкинуть ну и тем более на них была акция не в тамбове стоили дешевле чем когда-то стоили метровые когда мы вообще присматривали столько поэтому в любом случае купили выгодно сейчас нарезаем отдельный привет опять серёге серёга пила твоя помогает только в путь за этот подарок не устану никогда тебе говорить спасибо спасибо что приступлю надо сейчас хотя бы 4 подготовить в одной комнате сделать чтобы уже мама могла там окончательно заканчивать работу а плюс их еще надо покрывать нам будет сейчас не помню что там купили для этого этим будет заниматься наверное юля подготовим и уже будем устанавливать после 2 и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока у нас подоконники сохнут Саша начала расчистку сарая Немножко Сейчас покажу У нас сегодня большая рокировка птицы Вот хотим вот в этот отсек У нас тут в прошлом году петухи отдельно жили До забоя И сейчас пересадим сюда петухов От Мастер Грей Потому что они уже большие стали А на их место мы хотим переселить Всю оставшуюся мелкую живность То есть вот этих мелких индюков Вот этих и мелких цыплаков Не знаем какая порода Потому что это нам Жердевки давали яйца Мы менялись Вот тут и белые И черные Разные Дюки все наши Вот и еще будут там жить Грисбар И все наверное Саша опять едет Солдат У нас дожечек накрапывает Да? Есть немножко Может что прорастет Надо зернышки сначала туда посадить Так мы начинаем Саша загнал всех пока в загон В домик точнее Сейчас будет вылавливать петухов И переселять их на новое место жительства О, что-то петух вышел один Сейчас по идее должен с петухами видеть Мы даже не знаем сколько у нас их О, один вышел Очень страшно У нас их так много? Их там дофига Я думаю их больше чем кур Да ладно Их там что-то очень много Ну будет много мяса Это тоже хорошо Обалдеть Вот этого мы хотим точно оставить Да, да Это брата ухо Красавчик Он какой защитник И хвост у него не расклеванный Да, пойдем Пойдемте Посмотрим на ваш новый ПМЖ Куда? Куда собрались? Ну ладно Мы сейчас за ней придем Сейчас посмотрим Как там на новом месте Пуш, скажи не откажусь сварить Или хотя бы ощипить Ну как хорошо у вас тут Петушарчики Да не перерывайте Ты останешься в живых У него клюв не в крови Может он всех клюет Ой, все, провалдел Все, давай дальше Курчики ждут Курчики ждут Переселения Что, пойдешь к петушарам Своим, нет? Такие все одинаковые Вот он один Другой, да? Опа Пойду, говорит Братва А он покрупнее Что ли? Покрупнее Он? Нет, там есть Крупнее Вот этот, по-моему, крупнее стоит Хотя это может длинный Длинный просто А по этим потел Может окрас, конечно, так кажется Из-за окраса Ну, окрас-то не характерный для породы Не, они бывают с рыжим Да? Да У них у всех, видишь, есть на крылышках чуть-чуть рыженцы У кого-то совсем мало Короче, изучаете Да Поесть, попить попозже дадим Субтитры создавал DimaTorzok Изучают новые территории Пока им непривычно Какие-то он вообще не понял Полезал ножки охладить Ну, теперь будут привыкать Да-да, тебя слышали уже Будут привыкать Где-то пару неделек, наверное И как раз Петушар там надо будет убирать уже Они довольно взрослые И старых петушар, которые тут со старыми курами Нашими Тоже уберем Оставим Ну, я так думаю, что Два их, наверное Из Мастер Греев И отсюда, из Грисбаров еще, наверное, одного петушару оставим Но они еще маленькие здесь Куда-то вообще сиделись Они могли и перепрыгнуть у нас сейчас Убежать куда-то Не знаю, где они есть, короче Могли просто в тенек уйдеть Чип-чип-чип и когда чуть подрастут они вот мы их наверное вместе как-то запустим какого-нибудь петушару грисбара и двух мастер грейф наверно так вот троих оставим петухов чтобы они уже привыкали друг другу я думаю если их как бы ну не вместе друг с другом подселять они потом потом уже одного они не примут сто процентов забьют если у нас момента по-моему было как раз был но тоже довольно красивая порода хочет составить а из этих но мы сократим я думаю кур чисто себе оставим уже много не будем мы же не будем до много уже кур оставлять себе чисто для себя оставим немножко да ну а к тому что там не будем уже разгонять полтинники сотни старых уберем во-первых как бы и затрата на корма огромные мы еще не знаем что нас ждет в этом году по зерну сколько она будет стоить и соответственно нам уже будет не до такого объема хозяйства у нас в принципе неплохо выросла пасека плюс зимой даст бог если все хорошо ласки телиться короче будет чем заняться да да мы сейчас чуть сократим птицу просто ну для себя что у нас было мясо яйца самим себе на продажу нет пока нет не наш вариант хочу закурить что как лежит прятки играть все утки теперь у нас тут хозяева двумя индюками а то цыплят их обижали у нас еще брудер есть индюки вот впоследствии они подрастут мы всегда переселим к этим вот а тут все нормально тут у нас получились все цыплята абсолютно все кому кроме мастер грей который выводились в этом году они все этой кучки собрались и 100 самый старший индюки сколько их тут 8 лет наверно за 3 где-то не потерялся ну да было в общем 4 белых и 4 черных вот индюки сразу начали копаться здесь в земле чистится лежали не успели заснять вот на душе на песочку насыпать чуть попой сейчас сделать это так нормально себя чувствует теперь не буду гулять на свободе тони вот и сетки нас очень легко перепрыгивали это не перепрыгнут вернемся к нашему ремонту подоконнике высохли вот такие вот они получаются беленькие но при этом сохраняется текстура сейчас начну их устанавливать и уже наверно потом покажу окончательно вариант получилось мама в свое время уже вот почти нам поклеила весь зал и комнату тут тоже покажу а вот тут еще и как бы не очень видно сейчас обои но вот когда стоишь разница конечно есть между штукатурной стеной и здесь есть и вот на этой стене нет но тут короче стена ждет когда подоконник сюда тоже встанет он вот он сейчас все устанавливаю доклеиваем на работающим надо у нас все целый потолок в ожидании чудо вот 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 Продолжение следует... Ну вот так в окончательном варианте выглядят подоконники. Здесь уже мама все поклеила обоями. Осталось их еще прокрасить, одним слоем пройти. Вид стал гораздо... ну заметно, да, другой. И как видите в окно, явно не наша машина. Здесь приехали сейчас парни, будут заниматься натяжными потолками. Это, наверное, единственная работа, которую будем делать мы не своими руками. Потому что я в своей практике никогда не сталкивался с натяжными потолками. И всего необходимого оборудования для этого у меня нет. Поэтому натяжные потолки в доме будет единственное, что сделаю не я сам. Посмотрите на этот страх в последний раз. Откуда-нибудь надо это на память себе-то заснять. Вот так вот, наверное. Страх такой вот в потолках. Ну и в дальнейшем, наверное, покажу, какие они стали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну вот так теперь все отражается здесь. Парни натянули потолки. Огромное спасибо! Я уезжал в Жердевку на доставку заказов, вернулся, потолки уже готовы, все натянуто, все сделано. Для Тамбова и Тамбовской области я оставлю ссылку на них. Просто это не какая-то, а то многие думают, если мы ссылку оставляем, значит там реклама проплаченная или нам что-то бесплатно сделали. Нет, на самом деле в мире все не так устроено. И я просто делюсь тем, что мне нравится. Если мне нравится, я оставлю ссылку. На саму компанию ссылку оставлю, потому что по ценам я обзвонил многих, включая многих знакомых. А по цене получилось дешевле здесь, в этой компании. Поэтому оставлю. Сразу покажу. Просто моменты, допустим, вот такой вот есть момент здесь, небольшой. Но парни сказали, что все это разгладится, все будет хорошо. Просто на дну она резинка там идет. Поэтому я думаю, все действительно будет хорошо. В целом, очень круто. Прям радует то, что мы сделали их глянцевыми. Очень сильно увеличился объем в комнатах. Вот сейчас подошло время стелить линолеум. Мамо красить стены. Я сейчас зачищу. Здесь где-то неровности были какие-то. Сравняю. И начну уже резать, расстелать линолеум, чтобы он пока привился. У нас надо будет уже прокладывать плинтуса, ввести проводку. Как бы подводить к завершающей стадии все это безобразие, о котором мы начали. Ну и не будем терять времени. Продолжим работать. Полы подготовил. Здесь где-то запенил шнур. Мне показалось, что они чуть больше получились. Где-то мелкие оставил. Вообще, конечно, вот так вот сделать надо было сразу. Это на будущее, если кто-то будет себе стелить. Ну и именно с утеплением, снизу. То есть, чтобы уже понятно, что вам все закрыто. И вот этот воршот технически, чтобы скрип не было. 2 мм он обычно делается у ОСБ. И вот, первым вот так его закрыть. Я, конечно, почему поставил на конец ремонта, думаю, перед тем, как и новым стелить сделаю. А надо было бы его сделать сразу, как полы поселили. Это предотвратило бы сейчас вычищение этих швов от грязи, пыли. Всего, чтобы он налетел за время ремонта. Ну, ладно, это я просто не знал. Вам на будущее, если кто-то будет делать, то лучше, конечно, их сразу закрыли так, технически. Хоп, и все, и потом просто венчиком пробежались, смели. Вот. Ну, а теперь пора стрелить или нулю. Субтитры сделал DimaTorzok С пылу с жаром. Я только что закончил, показываю вам. Ту комнату показывать не буду, потому что, сами понимаете, да, там жесть, как все заставлено. Сейчас нам останется покраска одной стены еще. Там она уже покрашена, в спальне. И надо покрасить здесь, в зале. И тогда, наверное, уже, наверное, даже как мы все покрасим, возможно, даже уже расставим. Я не знаю точно, посмотрим, как все будет. И я уже покажу. Мне осталось сейчас подождать, пока полежит линолеум. Он чуть потянется. Соответственно, надо заплинтусить. И уже только потом я буду ввести проводку. У нас сейчас дом практически без света. Проводка будет идти, соответственно, в плентусах и где-то выходить на стену в кабель-канале. Так что, объем работы довольно-таки еще большой. И работа такая уже кропотливая. Занимает много времени. Вот сейчас линолеум проводился, ну, довольно немало. Он начал в один день один стелить, в другой день этот стелил. А работы хватает. Так что, возвращаюсь к вам уже, когда все более-менее в порядке здесь будет. Что ж, совсем немного мы не успеваем, но ремонт наш будет продолжаться, и мы все это покажем, что мы доделываем. Сейчас здесь брошен кабель, вот так вот небрежно. Мне остается прикрутить плентуса, но чтобы прикрутить плентуса, в которых будет идти этот самый кабель, нужно подождать, когда выпрямится линолеум, потому что он тянется, и я уже обрезал местами даже больше сантиметра, и все равно он вытягивает и упирается в стену, поэтому мы решили, что пару месяцев мы подождем. Пока пусть все будет так, может быть меньше, мы будем смотреть, как будет тянуться линолеум, чтобы не пришлось потом эти самые плентуса откручивать, и заново все переделывать. Мы просто сейчас бросим кабель, самое основное, что есть. Я заказал на Алиэкспресс паяльник, когда он придет, всю проводку спаяю, выведу розетки, выключатели, все мы сделаем. С залом предстоит еще много работы, здесь сейчас просто дичайший завал, даже не совсем хочется показывать, но реально все завалено. Я вам покажу просто спальню, чтобы вы, как я вам обещал в начале ролика, уже окончательно все поняли, почему так экстренно все произошло, хотя я думаю, и так это было понятно. Итак, вот такая вот получилась спальня, здесь, кстати, тоже будет дверь когда-нибудь, мы надеемся. Но вот она, наша спальня, окошко, комодик, кроватка и наша кровать. Вышло вполне неплохо, видно пасеку. Получилось, наверное, вы увидели, да, этот весь срач там в зале. Нам нравится, как все получилось, мы сделали отдельную хорошую спальню, в которой мы сможем вполне себе весело. Жизнь, нашу жизнь. Друзья и родственники, которые к нам будут приезжать, смогут спокойно размещаться в зале, и мы не будем друг другу как-то мешать и отвлекаться. То есть, я думаю, мы вполне правильно и грамотно разделили все пространство. Как думаете, вы напишите. Ну что ж, друзья, мне на самом деле пора собираться и ехать в город за Юлей. И не только за Юлей. Поэтому ждите следующих выпусков. Хотя сам момент встречи, когда я ее буду забирать, я не буду снимать это все на камеру. Это все будет в нашем инстаграме. И если я правильно подсчитал, то это будет прямо в момент выхода этого ролика. Если вы его посмотрели, можете переходить в наш инстаграм. Там будет все самое интересное. С пятью камерами в руках. Ну, просто сами поймите, я не буду это все снимать. Вот. Приходите, все увидите там. А следующим видео мы продолжим уже здесь, на нашем хозяйстве. По традиции всех обняли. Пока-пока. Спасибо, что нас смотрите. Ставите лайки и дизлайки.